Сегодня будем говорить о лидерах, мы будем говорить о том, почему у одних бизнес развивается успешно, а у других людей не очень, что нужно сделать для того, чтобы бизнес развивался действительно успешно. Кто из лидеров является победителем, а кто проигравшим. Я думаю, многие сталкивались с той ситуацией, когда человек становится лидером, но на каком-то этапе почему-то его бизнес перестает развиваться, он стал лидером, вроде бы ранг есть, а товароворот как был 500 баллов, так и остался. А может даже человек начинает закрываться раз в два месяца, раз в три месяца. Ну то есть такая вот бывает, к сожалению, ситуация у некоторых наших партнеров. В чем отличие лидеров от нелидеров? Я хотел бы сейчас узнать ваше мнение, как вы думаете. Одна буквально фраза, в чем вы считаете? Лидеры отличаются от нелидеров. Я имею в виду лидеров тех людей, у кого бизнес успешно развивается. Ну а от нелидеров, неважно опять же, почему, если у человека ранг лидер или нет ранга лидеров, но именно от тех людей, у которых почему-то бизнес не развивается. Уверенность, Катерина пишет, Андрей действиями, Денис мышление, Люба убеждение, Люда берет ответственность за свой бизнес и действия на себя. А тамара коммуникабельность, Кондрашовы, дезребютер приходит и уходит, а лидеры остаются. Спасибо. Ну вот мы сейчас будем рассматривать, сила воли, Иван пишет. Вот сейчас мы будем рассматривать на следующем примере. Мы возьмем лидеры, такое вот слово, как это звучит в английском языке. Winners, да, победители. Ну или можно сказать лидеры. Winners на самом деле это действительно победители. А у Екатерины пишет, лидер это человек, который на полшага впереди. Тамара пишет, видение, то есть все это правильно. Давайте вот посмотрим. Лидер это действительно победитель. Он умеет и работать, он умеет и играть, наслаждаться жизнью. То есть много работать и умением много наслаждаться жизнью. Так, первая буква W. Что значит первая буква W? Это значит умение действительно работать тогда, когда это нужно. У нас есть время, когда мы можем работать, и у нас есть время, которое нужно использовать на отдых, ну или можно сказать на занятия теми действиями, от которого мы получаем наслаждение. Конечно, бывают такие случаи, когда человек получает наслаждение от работы, и это действительно уникальная ситуация, когда мы занимаемся бизнесом, и от этого получаем удовольствие. То есть получается, мы на самом деле не работаем, а получаем удовольствие, и благодаря еще тому, что мы получаем удовольствие, компания нам выплачивает вознаграждение. Но, к сожалению, не все действия сетевого маркетинга, вообще в любом бизнесе, можно сказать, будут приносить удовольствие. Поэтому есть действительно некоторые элементы, которые могут нам не нравиться, но тем не менее, если мы хотим, чтобы наш бизнес успешно развивался, нам эти действия нужно делать. Ну и лично мой пример. Я не очень, мягко говоря, люблю делать соцопросы на улице, можно прямо сказать, что вообще их, честно говоря, не люблю делать соцопросы на улице, но тем не менее, я знаю, что это действительно дает результаты, и у некоторых людей работа соцопросами в моей сети действительно привела к тому, что они благодаря этому получили и лидеров, и лидеров-ассистентов, и лидеров-консультантов. Но все вы знаете, что наш бизнес – это бизнес дублицирования. Я думаю, что некоторые лидеры появились у этих людей благодаря тому, что в свое время я, когда начинал бизнес, я, когда подписывал людей, я просто выводил людей на улицу, и мы с ними делали соцопросы. Мне действительно это не очень нравилось, но для того, чтобы люди включились и поняли, что это работает, я это тем не менее делал. Каким образом? Понятно, что когда выходишь с дистрибьютором, то неудобно показать, что это тебе не нравится, и ты от этого не получаешь удовольствия. Поэтому используется элемент игры. Каким образом? В качестве одного примера я хотел бы привести следующую игру. Я делал следующее. Я объяснял человеку, что любой отказ, который ты получаешь на соцопросах, это считай через год 10 долларов в твоем кармане. Меня спрашивали, почему, каким образом это может быть, вот если я получил отказ, это 10 долларов на самом деле через год в кармане. Я рассказывал, что на самом деле наш бизнес – это бизнес статистики. И вот мы сейчас, проводя встречи, получим следующую статистику, что из 10 соцопросов один человек в итоге у нас подпишет соглашение, или, скажем так, один из 10 человек придет на встречу, 30 соцопросов – это у нас 3 человека, которые приходят на встречу, и один из этих людей подписывает соглашение. Далее мы работаем с этим человеком по рекомендациям и помогаем ему строить бизнес. Кто-то, соответственно, будет строить бизнес, кто-то – нет. По статистике получалось, что из трех людей, кто подписывал соглашение, становился лидером. Два остальные, там, один вообще уходил в течение года из бизнеса, ну, а второй что-то иногда покупал. То есть, приблизительно такая вот статистика на тот момент была. И что у нас получалось? У нас получалось, что нужно было провести некоторое количество встреч, ну, условно говоря, пускай это будет там 100 встреч, и состав встреч у нас подписывало соглашение, соцопросы подписывало соглашение, там, 3-4 человека, один из них становился лидером за год, или, скажем, даже не лидером, а лидером-ассистентом, на самом деле, и товарооборот его был, условно говоря, порядка 2,5-3 тысяч баллов. И через год, через год, действительно, за 3 месяца, через год, сумма, которую человек получал, благодаря вот этим контактам, она действительно составляла 10 долларов. 10 долларов за счет чего? За счет того, что кто-то все-таки подписывал соглашение и становился лидером. То есть, ну, это я расписывал на бумаге человеку, и тогда мы успешно играли в эту игру. То есть, появлялось желание как можно больше сделать контактов. То есть, мы не просто работали, мы еще играли. То есть, вот эта буква «В» означает как раз именно работу и игру. Вторая буква «И» – «Винерс». Что это значит? Это значит, что мы должны искать идеи, которые могут дать нам определенный результат и, соответственно, конечно, внедрять эти идеи. Именно в тот момент, когда мы не просто придумывали, ну, искали идеи, но мы реально, когда возникала какая-то идея, мы начинали это все внедрять в бизнес. То есть, появился какой-то новый инструмент. И мы смотрим, что собой представляет этот новый инструмент. Я вначале специально показывал несколько вебинаров ресурс nsp25.ru и рассказываю в этом, где рассказывается о некоторых новых элементах на этом ресурсе, в том числе, как можно, анализируя структуру, делать анализ своей рекламной кампании. То есть, любой из вас может благодаря этому ресурсу nsp25.ru, когда у вас есть уже даже небольшая структура, пускай 3, 4, 5 человек, неважно, сколько уже людей, но уже есть структура, вы можете сделать какую-то рекламную кампанию по каким-то продуктам в течение месяца и сравнить, что у вас получается с товарооборотом за вот этот месяц, когда вы начали работать. То есть, вы снимаете данные перед началом рекламной кампании и через месяц, когда вы провели эту рекламную кампанию. То есть, пожалуйста, это одна из идей, которую вы можете использовать благодаря именно новым функциям на nsp25.ru. Там буквально в ближайшие последние два дня появились еще новые функции. Я еще не записывал вебинар по новым функциям, которые тоже позволяют анализировать многие вещи, в том числе просматривать, сколько людей у вас имеют новые ранги, закрыли в течение последнего месяца, сколько людей подтверждают свои ранги, в каких населенных пунктах живут ваши дистрибьюторы, какой товарооборот они делают в том или ином регионе. То есть, там появляется все больше и больше новых инструментов для того, чтобы можно было анализировать, как работают ваши партнеры не просто по определенной структуре, но и даже можно определять по определенному региону рынка. Отдельно можно посмотреть, например, работу Челябинской области, отдельно можно посмотреть работу Луганской области. То есть, вы это можете сейчас делать благодаря ресурсу nsp25.ru. Как вы это будете использовать? Опять же, есть множество идей, я не буду подсказывать, я думаю, сами вы догадаетесь, как это нужно будет использовать. Ну, как Екатерина написала, лидер идет на полшага впереди. Соответственно, я понимаю, что кто там будет этим ресурсом пользоваться, реально, пускай даже ранг может быть у него не лидера, а пока консультанта, а есть люди, которые имеют ранг лидера, они даже не будут пользоваться этим ресурсом, но это как раз и показывает, что лидер на самом деле это не тот ранг, который нам компания присылает, а это действительно человек, который знает, что можно, используя те ресурсы, которые предоставляет компания, действительно идти на полшага впереди и по развитию своего бизнеса. Третья буква – now. Все очень понятно. Now – это сейчас. То есть я вот сейчас вам рассказал, в качестве, опять же, примера, еще раз рассказал о ресурсе nsp25.ru. Соответственно, вы можете прямо, вот именно настоящий лидер, он прямо сегодня, после сегодняшнего вебинара, зайдет на этот ресурс и начнет смотреть, а что там есть, а что может делать на сегодняшний день этот ресурс. То есть просмотрит еще раз видеоролик, попробует то, о чем я рассказал, попробует именно на видеоролике, попробует то, о чем я еще не рассказывал, просто потестирует, покликайте там на разные инструменты, постарайтесь посмотреть, как это работает. То есть действительно nsp25.ru – потрясающий инструмент для анализа своего бизнеса. Это сделает настоящий лидер. И не просто он только это сделает, но он расскажет об этом своим партнерам, буквально же, как только ознакомится сам с тем, как это работает, и после этого сядет рядом с партнером, он расскажет ему, как это работает, и покажет, что можно благодаря этому ресурсу увеличивать товарооборот, делая те же самые рекламные кампании, анализируя, как работает структура на том или ином рынке. То есть вот то, что будет делать настоящий лидер, не откладывая на завтра, на послезавтра, то есть он делает сразу. Я понимаю, что часть людей будет говорить, что нет времени. Сталкивались с этим? Поставьте плюсик, кто сталкивался, когда говорил о каком-то новом инструменте, о каких-то новых возможностях, о своем дистрибьюторе или просто другим людям. Наверное, сталкивались с этим, что очень многие люди говорят «нет времени». И обратите внимание, что, как правило, те люди, которые говорят «нет времени», как правило, это люди, которые неуспешны. Я просто заметил, на каком примере. Когда беседуешь с очень даже успешным человеком, если говорить о финансовом состоянии, даже, это может быть человек очень богатым, то есть мультимиллионер, и когда с ним беседуешь, как раз то, что его интересует, бизнес, то, как правило, этот человек не будет говорить, что нет времени, он обязательно найдет время, чтобы выслушать предложение. И не важно, что он потом может отказаться, но он выслушает это предложение для того, чтобы знать, что это такое, где действительно можно зарабатывать деньги, например, находясь дома, путешествуя всю жизнь по разным странам и работая тогда, когда хочешь. Поэтому обратите внимание, если человек говорит «нет времени», ничего страшного, то есть это своего рода фильтр, вы уже, можно сказать, определили, что этот человек вряд ли станет лидером, вряд ли будет заниматься бизнесом. Ничего страшного, информация, что в этом случае можно сделать, рассчитывать на то, что человек может быть станет через какое-то время потребителем. В этом случае лучше всего на этого человека не рассчитывать и не тратить будущим на его, на встречу с ним большое количество времени. То есть предложили, нечего говорить, общаемся с другими, людей на самом деле много. Часто люди говорят, а где гарантия, что я буду зарабатывать те деньги, о которых вы говорите в вашей компании. Опять же, по разным рынкам я обычно называю разную сумму, которую человек может заработать. Если эта встреча происходит где-то в Евросоюзе, скажем, конкретно даже не в Евросоюзе, а конкретно в Испании, то я вижу, что нужно говорить о том, что человек может выйти на доход порядка полторы тысячи евро через год, через два. То есть я говорю об этой сумме. Почему? Потому что я знаю, что в принципе тысячи евро для Испании это уже неплохая зарплата, на которую можно жить, а полторы тысячи это даже очень неплохо. Если я встречаюсь с людьми в России, скажем, опять же Россия большая, разные рынки, если брать район, например, Чебоксары, когда там строили эту сеть, я говорил о доходе порядка 300-400 долларов. На тот момент это было порядка 10-12 тысяч рублей. это тот доход, который был немножко выше дохода, который получают люди на этом рынке. То есть я не говорил о тысяче, о двух тысячах долларах на первых встречах, потому что если человек получает на сегодняшний день в среднем 300-400 долларов, то в эту сумму он, скорее всего, не поверит, и поэтому зачем человеку говорить о тех суммах, в которые он не верит. То есть человек просто не будет верить и, соответственно, встреча, скорее всего, закончится ничем, потому что он просто в эти суммы, которые озвучиваются, не верит. Ну, если говорить, опять же, о гарантиях, да, вот когда человек будет задавать такой вопрос, ну, можно тоже поиграть с ним, например, в эту игру. То есть предложить ему, давайте предположим и добавить, но этого никогда не произойдет, чтобы человек понимал, что я не говорю о том, что вот то, что сейчас, о чем будем говорить, что это истина. То есть я говорю, давайте предположим, но обратите внимание, это, конечно, никогда не произойдет, что наша компания дает вам гарантию, что если вы будете заниматься нашим бизнесом 12 часов в неделю, 12 часов в неделю, то есть 2 часа в день, и только в течение следующих 12 месяцев, то есть в течение года, и это все, что вы должны сделать, она вам гарантирует чек 2000 месяцев. Тогда вы войдете в дело, если это будет гарантировано, то есть когда человек вам говорит о том, что я не знаю, буду ли заниматься этим бизнесом или нет, или я, наверное, не буду, то есть я подумаю, то есть нужно понять, какая причина у человека, почему он отказывается. вам нужно постараться понять истинную причину, для этого можно вот поиграть в эту игру. то есть если мы об этом говорим, об этом говорим, 2000 долларов в месяц, человеку нужно заниматься всего бизнесом 2 часа в день и в течение ближайших 12 месяцев. А тот человек в этом случае в IT-бизнес или нет? что, скорее всего, ответит ваш собеседник? Скорее всего, я не говорю, что точно ответит, потому что есть люди, которые поработают намного больше, есть люди, которых деньги по большому счету не интересуют, есть такие люди. но очень многие скажут, да, я это сделал бы. Тогда можно сказать, я правильно понял, что если бы компания гарантировала 2000 долларов в месяц за 12 часов работы в неделю, вы бы подписали соглашение. Но так как это не гарантировано, то есть какие-то другие причины, которые вас удерживают от принятия решения. Это так? То есть мы пытаемся понять, какая основная причина, почему человек не хочет подписать соглашение. Человек, ваш собеседник, скорее всего, скажет «да». То есть вы находите благодаря этому истинная причина, почему человек будет отказываться. Для чего это нужно сделать, я чуть позже скажу. Итак, ваш собеседник начинает говорить правду. Если бы была гарантия, я бы подписал соглашение. Но так как гарантии нет, я в этом сомневаюсь. А дальше можно продолжить разговор следующим образом. Опять же, исходя из той информации по предварительной беседе, потому что вы дали какую-то информацию человеку, он рассказал, где он работает, чем занимается. Вы знаете, благодаря какому ресурсу он пришел на встречу с вами. Если использовал интернет, вы опять же будете спрашивать, вы используете интернет? Естественно, он скажет «да». Я как раз пришел на встречу благодаря объявлению в интернете или благодаря информации на фейсбуке вашей фан-страничке. То есть он ответит вам то, что было. Тогда мы можем задать ему следующий вопрос. А вы могли бы в следующий раз, когда войдете в интернет, оставить на вот таком ресурсе, на своей фан-страничке или на своей личной страничке такое вот объявление, по которому он пришел? Человек, наверное, скажет «да». Я, конечно, мог бы это оставить. Тогда вы можете сказать «отлично, если вы это можете сделать, вполне вероятно, вы сможете заработать неплохие деньги в нашем бизнесе». Потому что для того, чтобы все заработало, по большому счету, больше ничего не требуется. Нужно просто уметь давать определенную информацию и проводить такие встречи, которые вот провожу я. То есть приблизительно такой вот алгоритм беседы можно использовать для того, чтобы первое – увеличить процент подписания, и второе – если человек все-таки не подписывает соглашение, я делаю акцент именно на второй момент, если человек все-таки не подписывает соглашение, а это будет происходить все равно достаточно часто, вы будете все-таки знать истинную причину, почему человек не подписал соглашение. А если вы знаете истинную причину, почему человек не подписал соглашение, одно соглашение, второе, третье, то есть набирается определенная статистика. Причин будет на самом деле несколько, основная масса причин, будет может быть 4-5 основных причин, почему вы не подписываете соглашение. И, соответственно, зная эти причины, вы можете сделать свою следующую презентацию, в процессе презентации убрать вот эти вот сомнения, возражения, которые у людей часто возникают. То есть таким образом вы сможете откорректировать свою презентацию, и эффективность ваших встреч опять значительно повысится. То есть алгоритм достаточно простой. Определяете истинную причину, почему человек не хочет подписывать соглашение, и начинаете с ним беседовать на одном языке. То есть он уже признался, почему он не подписал соглашение, не подписывает, и в дальнейшем уже будет проще вам повысить эффективность своей встречи. Итак, winners, да, winners now. Now, мы это делаем сейчас, winners, и очень важный момент, все свои идеи, свои действия, вообще свой бизнес необходимо определенным образом контролировать. Каким образом? Я рекомендую для этого использовать блокнот, ноутбук. Ну, кто-то может быть использует смартфоны, кто-то использует именно компьютеры. Это на самом деле не принципиально, можете использовать то, что удобно лично для вас. Можете это делать, исходя из того, что более удобно для вас. Я, например, использую все, и самые простые листочки, которых у меня тут на столе огромное множество по разным вопросам, и использую и блокноты специально для разных идей, и компьютер, и планшет, и разные технологии для этого. На самом деле, опять же, это не принципиально, а принципиально, чтобы вы это все-таки просто делали. А сами разберетесь, что для вас более удобно. Винерс. Следующая буква Н. Носорог. Носорог – это то существо, которое, скажем, идет к своей цели, несмотря ни на какие препятствия. Я думаю, что вы, может быть, видели в зоопарке, что собой представляют эти животные. Можете вбить просто поисковую систему на Ютьюбе или в Гугле о носорогах и посмотреть, почитать про них. То есть это действительно очень интересные животные. Их практически толстокожей, такая кожа толстая, то есть она практически непробиваемая. В свое время в Калининграде я ходил в зоопарк, и мне действительно было интересно наблюдать за этими животными. То есть это действительно… Ну, не буду об этом долго рассказывать. Просто зайдите в поисковую систему и сами почитайте про это животное. Буква Е. И энтузиазм. То есть то, что благодаря чему бизнес может делать легко, успешно и надежно. Если нет энтузиазма, то бизнес на самом деле очень сложно делать. И очень важно, чтобы энтузиазм был естественный, то есть ненарьерный. Каким образом энтузиазм приобрести? Ну, самые простые способы. Утром сделайте зарядочку, облейтесь прохладной или холодной водой. Если есть возможность где-то поплавать, поплавайте, и вы почувствуете, насколько лучше, совершенно по-другому вы начнете себя чувствовать. Правильное питание, то, с чем мы занимаемся. То есть не должно быть тяжелой пищи. С утра приняли коктейль из Smart Milla, выпили соусик, и совершенно другое будет ощущение восприятия мира. Поэтому энтузиазм, конечно, зависит в первую очередь от нас. И очень важно спокойно относиться к любым проблемам, которые бывают у любого человека в жизни. И независимо от того, есть в настоящее время ситуация на рынке не очень хорошая, как в настоящее время на Украине, это все проходящее. То есть относиться достаточно спокойно к любой ситуации, которая в настоящее время у нас может быть не очень хорошая. Просто понимать, что через какое-то время ситуация изменится и станет совершенно по-другому. Не бывает так, чтобы все время была черная полоса. Просто ждите, когда черная полоса закончится и начнется белая. Верьте в то, что через какое-то время все станет намного лучше. Это действительно так. Если говорить о шкале эмоций, на начальном этапе очень важно поддерживать своих партнеров. Почему? Я опять же вспоминаю себя, когда я подписал соглашение. Я подписал соглашение, рассказали о том, как все классно будет, как все будет замечательно. Рассказали о том, что нужно делать. Я пошел проводить встречи, провел первую встречу. Она оказалась у меня неудачной, настроение у меня упало. Условно говоря, если брать 10-балльную систему, было 10 баллов. Это такой обалденный энтузиазм. То есть, о, классно, какая классная компания. Я буквально через несколько месяцев стану зарабатывать очень хорошие деньги. Итак, первая встреча у меня прошла неудачно. То есть, энтузиазм упал до 8. Я провожу очередную встречу. И что происходит? Происходит то, что опять отказ. Энтузиазм падает ниже. Я провожу очередную встречу. Опять отказ. Опять энтузиазм упал вниз. Ну, мне сказали, что есть холодный рынок. Сказали, что нужно делать. Я пошел на холодный рынок. И мне первая женщина, с которой проводил я встречу, меня послала очень далеко. То есть, мой энтузиазм, на самом деле, на тот момент упал, наверное, в отрицательную величину. То есть, это то, что происходит с начинающим партнером, который получает отказы. Отказы практически все получают. Ну, вот я рассказал просто свою историю и свои ощущения, как я получал первые свои уроки. Итак, так ведет поведение, ну, практически, наверное, у большинства людей, которые по своей природе не лидеры. Лидер, скорее всего, у лидера будет происходить немножко другая картина. Человек получает отказ, он анализирует, делает очередное действие, опять отказ, и идет до тех пор, пока у него не получается результат и настроение у него не поднимается вверх. Есть следующий еще элемент, который, я считаю, очень важно использовать. Ну, вот у меня достаточно долгий период был отказов, но почему все-таки я остался? Потому что я проходил зала, и где проходят общие встречи, я видел, что у других людей, которые точно так же, как я прошел, у них почему-то бизнес, ну, уже у кого-то начал развиваться. И, соответственно, мне было интересно, если у него получается, значит, и у меня получится. Я же по большому счету ничем от этих людей не отличаюсь. То есть было такое вот сравнение. Если у таких же новичков, как и я, что-то получается, значит, и у меня это получится. Главное не опускать руки. Вот здесь как раз очень важно, важно, да, чтобы, когда происходят какие-то отказы, ну, у человека, у дистрибьютора падает настроение, очень важна встреча со спонсором. Спонсор, который информационно поддержит, расскажет, что ничего страшного нету, для того, чтобы вот эта встреча завершилась тем, чтобы у человека поднялся, поднялась эмоция. Поэтому обратите внимание, когда подписываете новых партнеров, их на первом этапе необходимо поддерживать. Поддерживая партнеров, вы уменьшаете отток людей из бизнеса. И через какое-то время эти люди станут, действительно могут стать лидерами. Поэтому вот этот момент старайтесь не упустить. То есть не обязательно гонка подписаний, раздеподписаний, а как только подписали человека, и вы видите, что он не просто подписывал соглашение, чтобы быть потребителем, а он хочет заниматься бизнесом, вот здесь очень важно, чтобы была эмоциональная поддержка этого партнера. То есть поддерживайте его за любые его действия. Пускай у него не получается подписывать людей. Наблюдайте за ним, поддерживайте эмоционально. Это даст свою отдачу. Что опять очень важно, это буква winner. R – это repeat, повторение. Повторяя действия, повторяя действия, изо дня в день мы приходим действительно к успеху. В чем опять же особенность сетевого маркетинга? В принципе, вы сами знаете, что, наверное, любая деятельность, она складывается с некоторых определенных элементов, которые постоянно повторяются. Даже если взять самую простую деятельность, копать котлован, в чем она заключается? Берешь лопату, копаешь землю, выбрасываешь землю с этого котлована и так делаешь. Второй раз, третий раз, до тех пор, пока не выкопаешь котлован. То есть получается одномонотонная такая работа, которая в итоге дает тот результат, который нужно было получить. Выкопать котлован под фундамент дома. Монотонно, скучно, но только тот человек, который все это делает, будет продолжить делать, он получит результат. Точно так же и в нашем бизнесе. Мы повторяем одни и те же действия, то есть проводим встречи, проводим презентации, проводим обучающие семинары, то есть тот же самый алгоритм. Мы повторяем одни и те же действия для того, чтобы наш бизнес строился. Любой бизнес. Та же самая бухгалтерия, где требуется знание математики, там компьютерных программ, как управлять бухгалтерией, там тоже на самом деле одни и те же действия. На первом этапе это кажется непонятно, но когда уже разберешься в бухгалтерии, то есть это становится рутиной, это уже тоже становится достаточно скучно. То есть для того, чтобы быть успешным, необходимо в сетевом бизнесе использовать следующий алгоритм. Действия, анализ действия, корректировка действий и опять действия. То есть такой вот алгоритм, который даст свой результат именно по построению бизнеса. «Winners» – это последняя буква, и она означает «smile». Улыбайтесь. Любой бизнес, который использует, в котором необходима коммуникация с другими людьми, это улыбки. Обратите внимание, насколько проще общаться с человеком, который улыбается. Неважно, это магазин, либо, скажем, какая-то фирма, где вы что-то покупаете или платите за обслуживание. Когда люди улыбаются, вам легче с этими людьми общаться. И самое интересное, что бизнес у этих людей идет намного лучше, чем у тех людей, которые не умеют улыбаться. А сейчас мы поговорим о лозерах, о тех, кто не является победителем, потому что понятно, если есть победители, есть и проигравшие. Самое интересное, что в сетевом маркетинге проигравшие кто? Это те, кто не победители, то есть те, которые не делают тех действий, о которых мы говорили перед этим. И это на самом деле так. Почему? Потому что проигравшие лозеры, когда мы им говорим, что нужно делать сейчас, они находят причину и говорят, я это сделаю завтра, то есть позже. То есть все достаточно просто. Второй момент. Лозеры, как правило, перегружены работой. То есть если вы посмотрите, они находят причину и объясняют, почему они делают. Они говорят, что у меня куча дел, я не успеваю сделать, у меня и то, и то, и я вообще не знаю, где найти время. Опять же, если человек говорит так, то, скорее всего, он лузер. Лузер, да? Sorry, sorry. То есть человек постоянно извиняется. Ой, извините, у меня не получилось прийти. Ой, извините, у меня не получится это сделать. Ой, извините, я не смогу назначить встречу по бремони, потому что не знаю, кому предложить эту косметику. То есть всегда находится объяснение. Explain. То есть человек находит причину. Ой, я не был на домашней кружке, потому что у моего троюродного дедушки был день рождения, и поэтому, извините, меня не смог прийти. То есть объяснение. Лузер. То есть если человек начинает что-то объяснять, то, скорее всего, это опять же лузер. Я лично уверен, что вы можете быть победителем.